Ремонт пятой поликлиники в Ульяновске ждал весь микрорайон. В здании 1959 года постройки аварийная ситуация началась в 2013 году. Тогда помещение признали ограниченно пригодным к эксплуатации. Но процесс разрушения это не остановило. Здание непригодно для посещения пациентов и медперсонала. Его закрыли, а всех пациентов начали принимать седьмой поликлиники на Пушкарёва. В прошлом году разрабатывали проектный ремонт. Провели аукцион, определили подрядчика. На ремонт здания направят 55 миллионов рублей. Ещё 29 миллионов в следующем году выделят на мебель и оборудование. С ходом работы ознакомился глава региона. При составлении проектно-сметной документации учитывались мнения жителей. Поэтому и сейчас все работы контролирует общественный совет, состоящий из родителей, депутатов и общественников. С начала работы мы здесь организовали большой сход с родителями, с бабушками и просто с активистами нашего округа для того, чтобы посмотреть, как идёт начало работ. Здесь же были представители Министерства здравоохранения, администрации города и района. Они нам показали красивые эскизы, то, что мы ожидаем в ближайшее будущее. В целом в порядок приводят все структурные подразделения детской больницы. К примеру, в 4-й поликлинике Новорейкиса ремонт завершится осенью. В учреждении числится более 10 тысяч пациентов. Открытая регистратура, отдельное картохранилище, кабинет приёма вызовов. Всё сделано по новой модели работы медицинских организаций. На сегодняшний день ремонтные работы завершены. Нам осталось только организационно-планировочные решения в плане создания игровых и зон отдыха. То есть диваны, скамейки, телевизоры, вести мебель. У нас сейчас она уже проторгована, в работе, в конце августа должна быть. Я думаю, что в сентябре мы здесь полноценно начнём вести приём пациентов. Кроме этого, в поликлинику закупили новый ультразвуковой аппарат. Ещё один плюс – начал работу кабинет забора анализов. Ранее пациенты были вынуждены обращаться в филиал по другому адресу. Продолжается ремонт в первой поликлинике Нолева-Толстого. Несколько корпусов приведены в порядок в прошлом году. Внимание требует два корпуса стационара 1975 и 1979 годов постройки, где есть проблемы с отоплением и вентиляцией. На ремонт планируется выделить 49 миллионов рублей. Мы должны будем с 2021 года разыграть трёхлетний контракт. Значит, проектно-сметная документация обязана подготовить министерство, ну и само государственное учреждение здравоохранения до конца этого года. За обновлением стационара будут следить активисты Общероссийского народного фронта. Учреждение – одно из ключевых объектов детского здравоохранения города. Деньги, которые будут выделены, они покроют потребности этого лечебного учреждения, обновятся отделения, материально-техническая база, фасадные решения. И через три года город, дети и мамочки получат поликлинику, стационар, соответствующий современным требованиям. Все ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта здравоохранения. По информации Минздрава, на развитие детского здравоохранения в этом году направлено 186 миллионов рублей. Анна Тищенко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ.